Всем привет! Я потеряла время. Как всегда, занималась своими делами. Мне девочки стали писать, куда я подевалась. Занималась, в общем-то, рассадой в основном. Ну и, конечно, рукоделием. Я сегодня так сниму, постараюсь, небольшое видео о моей рассаде. О том, что мне удалось вырастить к сегодняшнему дню. Что у меня взошло, какие сорта томатов, перцев, как это всё развивается. И следующее видео, если получится, я сниму о том, какие у меня продвижения в вязании. Значит, здесь у меня все разнокалиберные всходы, посаженные абсолютно в разное время. Значит, сажала в разные сроки. Я сейчас покажу, какие у меня здесь сорта. Экзоты, вот они только-только начинают у меня всходить. Это я сажала 2-го, 0-3-го, в марте месяце. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 6-е марта. И вот они уже выскочили. Я их как-то густо посеяла. Но это уже мои семена этих экзотов. Я расскажу о том, какие это у меня я в этом году экзоты захотела посеять. Какие гномы, какие у меня тут из новеньких. Я сегодня уже, кстати, распикировала Дебарау оранжевый. Уже распикировала, отнесла на другое окно. И медная река, это новый сорт. Дебарау оранжевый я раньше тоже не сажала. У меня был жёлтый, чёрный, розовый, красный. А оранжевый в этом году я купила и посадила впервые, посеяла. Так, значит, что из более ранних я посеяла? Я посеяла уже у меня вот такие вот саженцы, довольно неплохие. Это гибриды. Это гибриды я заказываю в профсеменах у нас здесь. Ой, забыла, какой же город. Ну, в Беларуси есть профсемена. Турецкие семена. Но у них не только турецкие, у них и голландские. Я тут могу перепутать, какие-то у меня турецкие, какие-то голландские гибриды. Я у них уже третий год заказываю вот эти гибриды. Очень довольна, очень урожайные. На удивление, гибриды эти очень вкусные. Они разные. Вот Мадрид этот первый раз я заказала, не знаю. Всего две штучки у меня тут посажены. Я вот не помню, то ли три, то ли две я сеяла. Ну, два выросло. Так, потом, значит, из этой же серии... Так, я тут буду метаться по стеллажу. Зерси, это тоже, это, по-моему, желтоплодный. Я против солнца снимаю, но на сегодня первый день солнца, и сверху у меня ещё и лампы светят. Я не выключаю в течение дня. И до 12 ночи я тоже не выключаю свет. Поэтому рассада такая приземистая, коренастая и хорошая получается. Значит, Зерси гибрид. Это тоже вот из этого магазина профсемена. Немесис гибрид. Всё это посажено, они были 18.02. Вот такие. Значит, что там ещё? Что-то ещё. А, ну, бенигара, келато, котито. Вот это вот сорта, которые я сажала уже в прошлом году. Из гномов я посеяла гномстринги. Так, потом фиолетовое сердце. Вот эти почему-то по одному зашли, хотя это уже мои семена. Нет, стринги-то ещё я покупала в этом году. Это не моё. Значит, потом гном отчаянный. Это тоже в этом году купила. Гном конфетти посадила. Три штучки, три взошло. Конфетти до 400 граммов. Такой крупный. Я вообще крупные люблю томаты, поэтому даже гномы я беру крупноплодные. Жар птица. Это мои семена. Три штучки тоже. Некуда сажать. Я бы, конечно, по 10 посадила, но некуда сажать. Потом я посадила два вида сержантов. А вот ещё гном Кейти. 300 граммовый. Шикарный томат. В общем, все шикарные томаты. Я так люблю томаты, что у меня все шикарные. Так, а вот тут вот, вот это у меня, вот такие уже подрощенные. Это взошли произвольно, в общем-то, самосевом Бенигара. Томаты, которые хранились у меня до Нового года. И я, у меня оставались семена на досочке. Я резала на салат их. И стряхнула просто, ну и так вот, мне было интересно, стряхнула в горшок с перцем, и они все проросли. Тут у меня их 6 штук. Наверное, оставлю 3 для эксперимента. Потому что это тоже гибриды. Я не знаю, насколько получится удачно у меня вырастить или повторить. Но обычно F2 иногда повторяет. А иногда вообще сохраняет свойства, и можно выращивать как сорт. Так, значит, что у меня тут ещё интересненько. Афонские выращиваю второй год. Это я брала от коллекционера Минского. Очень понравились. Очень понравились. Замечательные крупноплодные. Так, Дроблёное сердце. Это я тоже выписала новые. По-моему, Дроблёное сердце. Так, нет, это тоже от коллекционера. Это Медная река. Сегодня Медную реку рассаживала. Это от Аэлиты. Очень интересные. Потом, значит, Сержант Пеппер, не помню, говорила. Два разных Сержанта Пеппера. Но обычный такой с Антоцианом, который... Обычный с Антоцианом, который все знают. И второй, просто написано было Сержант Пеппер с розовый. Вот его посадила. Так, интересно, ведут себя, как всегда, семена от семян Алтая фирма. Вот, пожалуйста, взошёл какой-то зачахлик один, да? Причём так, у него нет середины, не развивается середина. И второй тоже взошёл из десяти семян, что я посеяла. Вот сейчас второй взошёл и не знаю, что там будет. Так, где у меня тут ещё от семян Алтая я кое-что сеяла? Из старых запасов своих. Так, Рио Гранде взошёл хорошо от семян Алтая. Вот он, он. Так, потом дальше от семян Алтая... Так, нет, это Дебора розовый. Где-то у меня там наверху есть что-то... Короче, я садила сердечные томаты какие-то от семян Алтая. В общем, Добряк. Вот сейчас он у меня с краю стоит наверху. Я сейчас его сниму, покажу. Вот тоже с десяток посеяла. И один, один, одинёшенек торчит. Вот у меня тут еле как зашёл. Семена были, так сказать, просрочены. А нет, тут лезет второй. Второй лезет. Вот как у меня хватило терпения вот это вот всё выдержать. Потому что посеянные они были 4 февраля. 4 февраля. Вот один, Добряк. Розовое сердце тоже одинокий вылез там наверху. Доставать не буду. Так, дальше что значит из экзотов? Ну, эти я вот 29.02 сажала. Прекрасный, пышный. Это мои семена. Потом пурпурный восход я посадила. Тоже. Это уже в марте месяце я посеяла. Вот они. Так. Сартру луаз посадила, посеяла. Реторды из ант посеяла. Голубая прелесть. В общем, синее золото сортов и гибридов у меня очень много. Я все боюсь не смогу в одно видео показать. В одно видео показать. У меня вот на второй полке, я сейчас подняла камеру, на второй полке у меня там баклажаны, перцы и часть томатов, которые тоже надо. Вот это все надо рассадить по стаканчикам. И работы предстоит очень много. Сегодня я провозилась полдня. Рассадила только всего два сорта. Я не выбрасываю. Я себе оставляю там по четыре, ну максимум по пять штучек. А некоторых по два растения, ну максимум по три. Просто я дебарау очень люблю, поэтому дебарау я оставляю всегда не меньше четырех-пяти штук. Вот, ну медную реку я тоже оставила. Этот очень красивый крупноплодный томат оставила, тоже рассадила. По-моему, там у меня пять штучек, но остальные уже буду поскромнее высаживать. Хотя мне хочется максимально больше высадить экзотов, я их буду в основном, конечно, в грунт в открытый высаживать. И выращивать в открытом грунте, потому что теплицы у меня маленькие. И там же будут выращиваться и огурчики, поэтому с местом напряженно, а хочется вырастить и посмотреть очень много. Я, честно говоря, еще не подсчитывала, сколько же я высадила сортов томатов. Перцы у меня, кстати, в этом году тоже от турецких этих производителей очень плохо взошли. Практически месяц сидели, не проклёвывались. И вот из пяти только по три штучки. Значит, два семечка недееспособных. А стоят они прилично, я вам скажу. Посеяла. Сейчас достану. А вот фермерские семена просто шапкой взошли. Это я каждый год у фермеров беру какой-нибудь самый красивый, огромный перец, высеваю и получаю очень приличный урожай из этого перца. Ну, стоит, наверное, понаблюдать. Я думаю, что они, конечно, садят в основном гибриды для урожая. А может быть, они гибриды. И, может быть, надо взять семена уже со второго поколения и посмотреть, что из них вырастет. Ну, это свежие семена свои, можно сказать. Они шапкой взошли. А вот это вот турецкие семена. Это я сажала и в том году показывала. Урожай отменный. Один перец, одно растение, это почти ведро можно с него собрать этих перцев, но всхожесть не важнецкая. Три штучки из пяти. Хотя по такой цене можно было бы, чтобы и все взошли. Значит, по названию. Это все гибриды. Синека, чинака и тибека называются. Это турецкий перец, турецкие семена, все гибриды. Все по три штучки взошли. Вот как на подбор просто. Вот это я вам показала синека. Вот это чинака. Вот он. Третий с опозданий всходит. Да, больше никаких этих не видно признаков. Вот они все по очереди. Вот так всходят. Друг за другом. Ну, надеюсь, даже если вот этих девять штучек будет. А, еще один элмаз я посадила. Это новый перчик для меня. Сейчас достану. Вот он. Это тоже. Он, по-моему, не гибрид. Нет, гибрид. Гибрид. Тоже. И вот оно на одинокий. Только сейчас вот сходит. Очень урожайный, пишут. А его побольше было. Я посеяла, по-моему, все. И вот один только взошел. Я замачивала. Не сеяла. Замачивала. Чтоб наверняка было. Ну, вот так вот. В этом году побольше посеяла минусинские бычки шикарные. Я показывала в видео о своих томатах. Какие они огромные. Просто по 700, по 800 грамм. Очень красивые томаты. Сердцевидные, как сдвоенное, можно сказать, сердце. Но форма очень интересная. Если найду фото, я вставлю. И вот так. Ну, баклажаны у меня долго-долго тоже не всходили. Это вот гибрид. Гибрид Клара. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Ну, еще какой-то сорт я там посадила. Там тоже неважная схожесть. Но не этого хватит. Потому что у нас в семье баклажаны ем только я. Больше никто их не любит и не хочет. Ой, в общем, опять думала, ограничусь. Поменьше, поменьше посажу. Ничего не получилось. Опять понасажала огромное количество сортов и гибридов. Теперь вот надо ломать голову, куда это все как распределять. Я уже чертила себе и делала план. Но поскольку я без конца что-то добавляю, подсеваю, у меня сейчас вот замочены еще, по-моему, пять сортов новых. Но там грунтовые в основном томаты. И получается, я только сделаю, допустим, нарисую план. И надо вносить какие-то изменения. Поэтому я уже рассажу по стаканчикам. Я все пикирую по одному. Но вот этот вот не надо пикировать. Этот один сам растет. Гном. Стринги. И таких есть еще несколько штук. По одному взошедших. Поэтому я просто до семи долек подсыплю землю. И на этом ограничусь. Его пересаживать не буду. Пока он будет расти не меньше еще месяца в этом горшочке. И я их еще досвечиваю. И днем у меня лампы включены. Потому что солнце у нас только после обеда здесь. И до 12 часов. С 5 до 12 часов я подсвечиваю. Чтобы она не вытянулась у меня рассада. Потому что я считаю, конечно, рано посеяло что-то. А для гибридов, я считаю, время выбрано идеально. Потому что гибриды все-таки, им нужен забег во времени. И для Дебарао. Есть такие сорта, которым требуется как можно больше времени. Чтобы нарастить массу зеленую. Потому что Дебарао гроздь дает после 11-12 листа. Но крайне редко после 9-10. А так в основном 11-10 лист. Это точно. Представляете, сколько времени надо, чтобы нарастить этот ствол зеленый. Поэтому я сажу в феврале всегда Дебарао. И некоторые высокорослые индеты. Я сказала, что подсвечиваю я с 5 утра до 12 ночи. Не выключаю даже днем. За счет этого я не даю рассаде вытянуться. Она у меня очень компактная. Несмотря на то, что вы видите, что вот это гномики. Посажено. Вот тут 4 штучки взошло. И они очень компактные. Кстати, у меня земля. Я делала ее, вот этот грунт сама. Очень рыхлый получился. И достаточно питательный. Поэтому я вот так разминаю потом горшочек. Вытряхиваю и не поливаю. Не поливаю перед посадкой. Очень хорошо можно разнять вот эту вот всю корневую систему. Без ущерба, можно сказать. Но может быть что-то там, конечно, повредится. А вообще-то они у меня в основном такие целенькие. Я вот сейчас пересадила. Они абсолютно как будто и не повреждены. Вот. Значит, с подсветкой я сказала. Сделала подкормка. Ничем сейчас не подкармливаю. Вот. Единственное, что растения я поливаю с добавлением триходермы. Обязательно. Потом вот эти биостимуляторы у меня есть. Но это не подкормка. Это от болезней. От профита. Вот. Поэтому, мне кажется, очень благотворно действуют вот эти вот все препараты. для саженцев, для сеянцев. И подкармливать пока не буду. Я вот пересажу уже когда побольше горшочек. Потому что мне сейчас не надо, чтобы они у меня вверх все максимально махали. Да. Мне надо, чтобы сейчас сдерживать в росте. А уже там где-то к концу марта, да, когда у нас теплица уже прогреется. Я, кстати, вчера ходила уже в огород к нам туда. И зашла в теплицу, посеяла салат. Салат, укроп. И температура в теплице 16 градусов тепла уже. То есть, можно сеять и редиску, наверное, уже в ближайшее время. Но салат так точно с укропом уже можно сеять. Поэтому я посеяла. И в конце апреля, если погода позволит, уже буду что-то переносить туда. И, может быть, что-то буду даже и высаживать в грунт, если грунт прогреется. Но для этого надо все-таки, чтобы рассада была в хорошем состоянии. Грунтовые томаты я буду держать потом просто в теплице. До высадки в грунт спешить не буду. Я лучше буду подсыпать к ним землю, наращивать, пересаживать в большие емкости. Но как бы торопиться с грунтовыми не буду. Потому что мне вот эти танцепляски с похолоданиями просто не хочется совершать. Вокруг томатов бегать, прыгать, закрывать мы. И так в прошлом году, кстати, кто не смотрел мои видео, я показывала, как мы спасли рассаду от заморозков. С помощью свечей мы закрывали в теплицах еще спанбондом, толстым спанбондом, укрытым материалом. Ну, неважно, какой у кого есть. Из дома даже старые простыни, пододеяльники. Все это дело укрывало. Ставили в проходы в толстые свечки. И вот эти свечи, они горели у нас несколько ночей, когда были заморозки. И ни один томат не подмерз. Ни один. В теплице было тепло и в одной, и в другой. Поэтому в этом году мы купили парафин. Муж будет делать сам парафиновые свечи. Так дешевле. И заготовим уже заранее, чтобы у нас были эти свечи на случай, если вдруг будут какие-то такие существенные заморозки. Так, ну вот это вот, наверное, все мои рассадные новости. Все томаты не показала. Ну, не имеет смысла. Вот, кстати, вот дробленое сердце. А, у меня из новых сортов еще тетушка с ворлой. Есть польская слива и дробленое сердце. Это новый сорт для меня. Ну, все хвалят. Очень крупная, интересная такая форма у него. У этого дробленого сердца. Такое неровное. Форма сердца, только оно неровное. Какой-то вот такой своеобразной формы. И по вкусу хвалят. В общем, посадила три штучки. Все три штучки я посажу. Один томат, наверное, в теплицу, а два в открытый грунт. И еще у меня тоже новый сорт. Ну, для кого-то это не новый. Кто-то уже садит и выращивает. Кто-то выращивает уже, наверное, несколько лет. Но я его вот купила впервые. Это польская слива тетушки сварло. Или сварло. Тоже три штучки. Все три штучки посажу. Что-то еще у меня. Ну, у меня новенького, конечно, достаточно еще. И что-то из старенького, из новенького. В общем, сезон начался. Как всегда, неожиданно. Но с удовольствием занимаюсь сейчас посадками. С удовольствием, конечно, наблюдаю, как развиваются растения. Как и многие, наверное, огородники, которые устали от зимы. Ну, что, будем выращивать. Будем ждать богатых урожаев. Будем бороться с болячками. Запасаться пением. Я в том году использовала только биопрепараты. И обошлись без фитофторы. Ну, правда, кладоспариоз у нас в теплице был. По осени уже, по глубокой осени. А так мы обошлись без фитофторы. Фитофторы и всяких гнилий, и всяких там различных повреждений. Никаких не было. Вершины гнили не было. В общем, нормально справились мы. И в этом году, надеюсь, тоже. Я еще не закупалась по полной, что называется, этими биопрепаратами. В прошлом году они были страшно дорогие. В этом году я зашла в разных магазинах, разные цены. Абсолютно. Ну, буду смотреть. Все препараты от фирмы Профит. Вот Профит и Биотсо. Я брала, да, там вот этот светофор. Потом улучшитель почвы. Микоризу там. Ну, все, все, все. Вот абсолютно все препараты мы брали. Вот только в этом направлении. И нам понравилось. Что осталось мне посеять еще? Еще мне осталось на рассаду посеять. Это разные виды капусты. Салат тоже через рассаду буду выращивать. Так быстрее получается. Капусту буду сеять в теплице. Салат буду сеять в теплице. Огурцы дома. Частично несколько штучек. Остальные тоже в теплице, когда будет потеплее. Ну, много не буду сажать. Потому что мы не маринуем, не солим огурцы. Мы просто выращиваем огурцы свежие на еду, на салаты. В прошлом году у меня до поздней осени огурцы в теплице были. Это тоже турецкие профессиональные семена я брала. С торца у меня росло 3 штучки. По бокам теплицы тоже росло. По-моему, всего 5 растений огурцов. И их было просто море. Можно было бы и солить, мариновать. Но я этим не занимаюсь. Раньше, да. Раньше как-то они у нас шли. А сейчас просто отказываются есть все эти маринады. В основном идут соки. Идёт заморозка. Овощи замороженные. Вяленые томаты идут. И паста. Вот зелёная паста. Я в прошлом году показывала эту зелёную пасту, как я делаю по рецепту моей. Подруги Наташи. Она мне прислала этот рецепт. Она тоже смотрела в интернете. И вот это у нас сейчас в ходу. Вот всё. На этом точно буду закругляться. Всем всего хорошего. Всем всего доброго. Богатых урожаев. Всем огородников крепкого здоровья. Терпения. И удачи в новом сезоне. Всё. Всем пока-пока. И до следующего видео.